мы вместе собрались в самый лучший из дней в доме Аллаху, просим Аллаху, чтобы принял ваше поклонение чтобы Аллах, как собрал нас вместе в этом участии также прошу Аллаху, чтобы принял от нас этот класс поклонения, которые мы с вами совершаем вместе, Нармадан, наши дуаи, наши пастыли, наши молитвы, наши намазы, ухиян Каждый из вас, я знаю, скучает по этому месяцу, по этому месяцу Рамадан, примерно два месяца назад мы просили, чтобы дожить до этого месяца чтобы встретиться в этот месяц похоронения, он быстро к нам пришел можно сказать так, улыбнулся нам в лицо и прошел и этот месяц, если вы прочувствовали, быстрее прошел, чем предыдущий предыдущий, чем тот месяц, который был до него и дай Аллаху, если мы с вами доживем до следующих годов и есть Рамадан, аминь так же он быстрее еще пройдет и эти арамады вся из признаков судного дня то, что время будет проходить быстро и мы вспоминаем сейчас с вами вот эти совместные таравих-намазы где каждый из вас прочувствовал вот это поклонение, близость к Аллаху сукану ва Таале наши слезы, наши ханажем, наш вот этот трепет подходил к горлу, гортани то есть каждый из нас старался быть набожным в месяц Рамадан как часто знают люди, почему в Рамадане люди все такие добрые почему в Рамадане все такие терпеливые как проходит Рамадан и люди, суххану, становятся другими люди становятся опять озлобленными мало поклоняются Аллаху субхану ва Таале собранными и так далее поэтому когда месяц Рамадан проходит, люди делятся на две категории одна категория это та, которая скучает по этому месяцу и хочет, чтобы этот месяц не заканчивался чтобы побыстрее наступил опять этот месяц и все, что они сделали в этот месяц из тех поклонения они также на протяжении жизни свои делают есть другая категория людей, которые ждут, чтобы этот месяц побыстрее закончился чтобы вернуться опять на те действия, в чем они жили на те грехи, которые они совершали до месяца Рамадана поэтому мы должны поднимать с вами то, что для чего ба Субхану ва Таале приказал нам постить за месяц Рамадан? для чего ба Субхану ва Таале приказал нам с вами ночные молитвы? не для того, чтобы только это в Рамадан как Рамадан закончится, опять возвращаться к плохой жизни, к каким-то вредным воевищным и так далее а чтобы это та медреса, это та школа, где мы себя укрепляем где мы стараемся быть лучше и, как говорят ученые, без признака того, что Ла Субхану принял человек если становится лучшим после поклонения то это признак то, что Аллах Субхану принимает его поклонение как был один из сыновей правителя Агнана Хулаза когда месяц Рамадан, то есть он совершал некие грехи когда наступал месяц Рамадан, он был беспокойным в этот момент он грустил то есть как я сейчас наступил месяц Рамадан нужно поститься, нужно поставить ночные молитвы то есть я не хочу расставаться с теми грехами, на которых я был и даже написал стих наступил такой стих он написал такой стих и сказал наступил как у меня месяц, месяц Рамадан это тот месяц, который не был в списке моих дел я если сейчас пропущусь кое-как то в следующий месяц, в следующий год уже не буду поститься то есть я получил курс как я буду сейчас оставаться с теми грехами, на которых я был когда наступил месяц Рамадан он написал такое то есть ко мне пришел месяц поста он не был в списке моих дел тех месяцев, которые я хотел бы увидеть и после этого он говорит как я пропущусь этот месяц потом больше уже не буду поститься и говорят то есть после этих слов Аллах дал ему подъезд в его головном мозге и он не дожил на следующий месяц Рамадан поэтому он то, что хотел бы и получил то, что он сказал поэтому он думал как я отстранюсь от грехов то есть тяжело мне месяц отстраниться от грехов потом опять в следующий год опять этот месяц придет а есть люди которые которые хотят чтобы он не заканчивался этот месяц поэтому когда спросили иман Ахмада спросили о тех людей когда наступал месяц Рамадан поклонялись Аллаху а когда он заканчивался возвращались к тем рекам которые они были до этого на них что ты можешь сказать о этих людях на что он сказал я аудзу биллях ха уляю хуббаду Рамадана я аудзу билляху этих людей эти люди те которые поклоняются Рамадану но не поклоняются послугу Рамадана сказал Аллах бил хамм поэтому у этих людей хау фу иджлал ли Рамадан у этих людей боязнь возвеличена месяц Рамадана но не создатель месяца Рамадана поэтому мы с вами читали хаурам и рамазы для чего? для того чтобы дальше на притяжении жизни братья мои приучить себя есть люди которые открывают в Рамадане хаурам и хаурам и до следующей Рамадане не для этого Аллах сухаммаду не спасал хаурам чтобы на притяжении жизни мы мы как бы на старались с вами читать его каждый день чтобы у нас был какой-то выриды хаурам и устояли выриды и спортами чтобы заучили жили по Хаурамам не для того чтобы в Рамадане чтобы в Рамадане чтобы в протяжении жизни проучить нас прочувствовать голод и поделиться своим мощностям с теми людьми которые на протяжении всей жизни свои голода поэтому когда Аллах упомянул поклонение в Туркале сказал что если ты освободишься то поэтому уважаемые на протяжении на протяжении года подобно тому наказали закончить которые на протяжении на протяжении до того до того как наступит на протяжении на протяжении на протяжении на протяжении на протяжении на протяжении да это по на протяжении Это обращение Аллаха, когда Аллах, Субханава Та'ля, говорит, я и халанинанан, о верующий, потом Аллах, Субханава Та'ля, предостерегает от чего-то, или поменевает что-то, к чему-то призывает, то, что принесет нам благо в этой жизни, вечно, это самый лучший собеседник, и никогда не встанешь, чтобы беседовать, сказал Аллах, Миша Таиле, и он будьте заступником. Кур'ан, будьте заступником за того человека, который читал его в свой день, и сказал, о мой Господь, я ему запрещал спать ночью, то есть он ночью у меня читал, так, чтобы я был заступником за него. То есть, когда он будет лежать в могиле человек, он будет освещать его могилу, Кур'ан, и будет сильно обращаться, это не просто дуан, это сильно-сильно обращение к Аллаху, Субханава Та'ля, когда будет заступником за того, кто жил с Кур'аном, за того, кто читал Кур'ан. Эти люди, это с Кур'аном, приближенные люди к Аллаху, и элита судного дня. Также мы с вами в Рамадане читали хадис и старались жить по нему. Как будет это красиво, как будет прекрасно, уважаемые братья, если на протяжении жизни мы тоже будем жить по этому хадису, не только в Рамадане. То, кто не оставил в скреннословии, плохие слова, обман, сплетни, то нету в месяц Рамадан, то нету у Аллаха нужды, если наставит свою еду или питьев. То есть, для чего, человек, асуриян, для чего, Аллаху, как приказал упроститься, на арабе, на протяжении своей жизни, может быть, вы изменитесь в лучшую сторону. Поэтому, как мы смогли оставить это в Рамадане, так же на протяжении своей жизни, мы должны оставлять скреннословия, обман, вот эти вот вещи, дабы это воспитало наш огляд, наш жилд на протяжении всей нашей жизни. Поэтому, как сказал Рамадан, то, кто постился в месяц Рамадан с иманом, с верой и надеждой, то, что Аллах просил его, простите Аллах, но какой Рамадан? Какой Рамадан? Рамадан, нахакенький. Именно правильный Рамадан, когда мы правильно относились вместе с Рамаданом, когда мы с искренним сердцем обращались к Аллаху, с намерением, чтобы этот Рамадан продолжался, чтобы он не закончился быстрее, чтобы вернуться на грехи, а именно с любовью, когда мы с искренностью постели и заставили, вот этот Рамадан хакенький, именно тот Рамадан, который Аллах принимает. Также, который придет в месяц рамадан, дожить до него вступить в месяц рамадан. Потому что многие, субханаллах, не дожили до последнего месяца рамадана. Аллаху амин, мы доживем с вами и не до следующего рамадана. У всех, кто сейчас находится в мечети, может быть, кого-то уже не будет до следующего рамадана. Поэтому они просили, да Аллах, субханаллах, на возможность, понимая, фадатый рамадан, какие есть достопримечательности в месяц рамадана, просит Аллах, субханаллах, дожить на месте рамадана. Дай нам возможность пропаститься в месяц рамадан и очистить наш рамадан от каких-то изъянов. Чтобы мы правильно пропастились, и люди, например, кушатся ру, потом спят, или которые просто не постились целый день ругались выясняли отношения какие-то слова то есть думали что рамадан это только суховый ифтар то есть нужно проститься нет то есть дает возможность отнестись к месяцу рамадан как будто мы говорим о наш господь мы постились мы выставили молитву мы делали дуан мы читали куран принято все от нас вот так попросили поэтому уже не просит после месяца рамадан начну молитву также должны стараться прочитать в этом есть если это модель когда человек просыпается не ради кого-то не ради чего-то кроме как может прочитать восемь и закрыться три и тренажа не сможешь 6 не сможешь 4 ты будешь все кто поставил ложь поклонение и хотелось Посмотрите, как Раб Мухаммад проклоняется Аллах в обычные дни и ночи. И увидел то, что Раб Мухаммад, этот тот человек, уважаемый брат, должен понимать, которому Аллах простил все грехи. То есть Аллах простил всеми, Мухаммад, все твои грехи, которые были, которые будут. Уберет их от грехов, он стал рядом с посланником Аллахом, как его слева. Он взял меня во время молитвы, не прерывая молитву, мягко за мое ухо, где я же начал был молодым, взял его и поставил его с правой стороны. И читал после фадиха 40 аль-Баqara. И тогда Адуллах Аббаз сказал, я подумал, что он остановится на аяте номер 100 и пойдет на руку. Прочитал 100 аятов. Тогда Адуллах Аббаз говорит, я подумал, что он прочитает 200 аятов и пойдет на руку. Прочитал 100 аятов. Тогда я подумал, что он закончил сурат аль-Баqara и пойдет на руку. Прочитал сурат аль-Баqara и начал читать сурат аль-Ниса. Раньше сурат аль-Ниса была перед сурат аль-Имра. Раньше сурат аль-Баqara и начал читать сурат аль-Ниса. Подумал, что он закончил сурат аль-Имра. И я уже подумал о чем-то плохом во время молитвы. То есть он не подумал, как бы убежать сурат аль-Ниса, оставить намаз. Я подумал, сяду, я не смогу читать стоя, буду читать сити. Хотя это достойно в нафиг намазе, но он подумал. Вот такой аддат был аль-Имра, как бы не присущий мне, молодому человеку, читать сити. Но я уже подумал о чем-то плохом. Буду читать, закончу сурат аль-Имра полностью молитвы, но сидя. То есть такой был басалин Аллах сурат аль-Имра на свои дни. Помимо Рамадана, во время Рамадана он вообще не спал ночью. Пробудил последние 10 ночей. Худил свою семью, своих детей на поклонение Аллаху. Поэтому, если мы с вами смогли читать, есть люди, которые не читают витр намаз. А порок Мухаммад сурат аль-Имра сказал, То есть тот, кто читает витр намаз, никто иной, кроме как верующий. А если человек это нафиль, это дополнительное, я могу его оставить, прочитать. Нет, мы должны его беречь, читать, обращаться к Аллаху субхану аль-Имра в этих молитвах. Если мы смогли с вами читать в Рамадане, то также мы сможем с вами, инча Аллах, прочитать эти намазы после Рамадана. Если мы с вами смогли оставить халяль в Рамадане, то мы сможем с вами оставить харам после Рамадана. Мы оставили воду, оставили еду, близость к супружескому Рамадане. Харамные вещи мы легко сможем с помощью Аллаха оставить после Рамадана. поэтому чтобы не было рамадан просто рамадан рамадан и мы попастились плакали просили два вместе собирались на ифтар вместе два раза вместе поклонялись чтобы не было только в рамадане а потом как закончился рамадан возвращались каким-то действием который отвлекает нас от поклонения переворачивающие сердца укрепи мою сердце на поклонение себе поэтому когда спросили что ответил лучше всего просили укрепи мою сердце ты боишься за себя у посланного на что он сказал у меня есть они на грубе на это условия вот дочь про правила правила куда тебя нужно знать поистине сердца рука как пожелает на переворачивание поэтому человек бывает что просыпается верующий засыпаем не верующий или наоборот засыпает верующий прочитывается не верующий я продаю свою религию за грошей поэтому с вами посетились 30 дней молились звали вот на это обратить внимание на дуаи сахара полгода просили Аллах прими от нас этот махман. Аллах в Коране сказал Описывает верующих. Он сказал, что те люди, которые расходовали на пути Аллаха, из того, что им дал Аллах, но при этом сердца их переподнены трепетом, потому что они вернутся к Аллаху. То есть они поклонялись Аллаху. Они расходовали на пути Аллаха. В этот момент их сердца переполнены страх и трепетом, потому что они вернутся к Аллаху. Тогда Айча Рабу Аллах спросила Достаник Аллаха, о ком идет речь о этом аяте? Те, которые расходуют из того, что дал Аллаху. Их сердца переполнены трепетом, потому что они вернутся к Аллаху. Это те, которые совершают грехи, прегребодействия, выпивают алкоголь, совершают зина, но при этом боятся, что Аллаху вернутся. А что сказал Аллаху Мухаммад, Айча Рабу Аллаху, и их научатся или происходят к Аллу. Нет. Они постились, они молились. Но сердца переполнены трепетом, примет ли Аллаха от них это поклонение в НЕ. Поэтому мы с вами когда совершали намаз вместе, наше поклонение наши посты наши и не сделай так чтобы ты бросил нам это в лицо чтобы это не было чувствовать и когда выставляется когда выставляется когда мы с вами собираются 5-6 минут когда в этот момент мы чувствовали радость а какую радость не то что мы сейчас будем кушать не то что мы сейчас будем пить чай у нас какие-то люди которые дожили до них сама я дожил на этом месяце многие люди могут поститься под тем или иным причинам, а я, алхамдул, смог пропаститься. То есть некую такую радость мы с вами чувствуем. Вторую радость из первой радости, когда мы пришли на садат-а-ай, когда на уроза-байна мы пришли. И, алхамдул, да, пришли в дом Аллаха, субханам, альхамдул, не благодарить Аллах, субханам, альхамдул, как прав Мухаммад, саллах, альхам, обращался в садах, он говорил, «Инна кун судт у малиллахи и фалати на вы пропастили 30 дней сегодня вышли простите поклонение вы прочувствует радости поздравляю с этим с постом совершением поста не проводили поклонение проводили в том что мы с вами смогли благодарили за это и вторая радость когда мы с вами встретимся с нашим Господом с Аллахом Субханава Таиле, Создателем, С Творцом и Аллах Субханава Таиле принят от нас этот пост мы будем радоваться потому что мы не смогли бы создать этот путь этот путь поклонения если Аллах на этот путь не настанет после того что ganito и обитатель ра в рай затем мы с вами помил с Аллах Субхандалу через восемь открытых дверей кто-то через дверь кто-то через дверь кто-то через... все восемь дверей рая откроются и тогда нас все Субханава Таиле довольно ли вы? то что глаз не видел ухо не слышал что человек не может такой саму представиться, встретиться с пророками, с хихидами, с праведниками, с архадами, с своими родителями, близкими. А, рода, довольны ли вы? Почему мы не будем довольны тобой? Как мы можем быть довольными? Ты нам дал то, что не дал другим, помимо нас. Ты вёл нас вай, на земле нашихсяхейхейх. сегодня еще больше чего же можно получить больше я дам вам свое удовольствие больше никогда не буду на вас проявлять свои дни просим у вас чтобы были числа этих людей которые обратиться к вам я даю свое удовольствие делаю больше никогда не буду на вас гневится просим улаза что принял от нас вот у вас